Субтитры создавал DimaTorzok Я напомню обозначение, это будет пункт второй в этом параграфе. У нас есть эллиптическая кривая, которую мы задаем каноническим уравнением. E это Y квадрат равняется X куб плюс AX плюс B. Или ее проектиризация нет ведь. Естественно, ZY квадрат равняется X куб плюс AX Z плюс BZ куб. Ну, на этой эллиптической кривой... Значит, кроме того, мы предполагаем, что A и B это целые числа. И дискриминант этого полинома 4A куб плюс 27B квадрат не равен нулю. Кроме того, у нас было такое обозначение, или точки эллиптической кривой рациональные образуют группу по сложению. И эту группу мы обозначили буквой A. Значит, A это группа. И от Q рациональных точек на этой кривой. Операцию сложения обозначаем мы плюс. И нулем в этой группе является бесконечно удаленная точка. Ноль это будет такое большое О. В отличие от маленького О, которое просто обычный ноль. И эта точка, это, значит, бесконечно удаленная точка. Ноль, один, ноль. Ну, в общем, здесь большие и маленькие нули не очень отличаются, но я думаю, это понятно из контекста. Так вот, основным утверждением, которое мы должны будем доказать, будет предложение 2. Я его сейчас сформулирую. И потом из этого предложения 2 и из предложения 1, которое мы уже доказали, выведу теорию Маргель-Вейлера. Значит, предложение 2. Существует функция Значит, теорема Маргель-Вейлера, как вы помните, состоит в том, что группа Е-тильда от КУ она является группа А, она является конечно порожденной Абелевой группой. Так вот, я хочу сейчас вот основная теорема здесь такая, что существует функция, которую я назову Аш с крышкой, потому что крышка, она, потому что я ее буду конструировать некоторых других функций, которые будут обозначаться просто буквой Аш или Аш-ноль, там, я не знаю. Это функция на рациональных точках эллиптической кривой с вещественными значениями, которые удовлетворяют следующим условием. Такая что Я эти условия сейчас перечислю. Ну, давайте я их давайте я начну здесь перечислять. Во-первых, эта функция равна нулю только для точек конечного порядка. То есть, значит, если я возьму полный прообраз от нуля, это обычный ноль вещественных числах, то этот прообраз состоит из точек конечного порядка. То есть, это совокупность таких точек П в и тильда ве тильда Ку, для которых существует М натуральная, то МП равно нулю. Здесь ноль большой. Это первое свойство, но в частности, значит, вот отсюда в частности здесь точка П, вот сам ноль в этой группе тоже принадлежит этому прообороту. Это первое условие. Второе условие, которому должна удовлетворять эта функция, состоит в следующем, что для любого числа ВР большое. Множество точек, мы будем называть этого аж с крышкой высотой, так что я сейчас дам определение, но пока я буду тоже ее называть высотой. Для множества всех точек, для которых высота ограничена этой констанцией, оно конечно. как всегда и оконечность это означает, что мощность этого множества она конечно принадлежит им. Это второе свойство. и важные еще два свойства. Значит, эта высота, она так сказать квадатичная форма. Для любых точек по и ку на нашей кривой имеет имеет место такое равенство. h h вот высота это ap плюс q плюс h крис t h h равняется удвоенной сумме высот h от p плюс h от q Вот это важное свойство, которым мы будем пользоваться для наказательства теоремы. И, наконец, ну, отсюда в частности следует, я написал это здесь. И в частности, если я возьму P равным Q, то тогда H от P минус Q, P минус Q 0, H от 0 0 в силу первого соотношения. Поэтому в левой части я буду иметь H от 2P, а в правой части я буду иметь 4H от 2P. То есть, ну, вот, ну, на эту высоту посмотреть, видите, она 4H от P, извините. То есть, она при удвоении точек, она, так сказать, быстро возрастает, экспоненциально возрастает. И в связи с этим можно, значит, воспользоваться таким приемом, но он восходит к ферма, наверное, спуска, значит, можно для... Если у меня есть какая-то точка, можно от этой точки спускаться вниз, если я буду делить на 2, ее удваивать. И это дает возможность доказать теорему, ну, вот, теорему Мордель-Вейля. Значит, сначала я дам определение. Значит, это высота H с крышкой называется, иногда канонической высотой, но я ее буду просто называть высота нейрона Тейта. Ну, мы уже говорили, имя Тейта уже встречалось неоднократно в этих лекциях. А Нерон – это его старший коллега французский, известный французский математик. И я посмотрел в Википедии, ну, понимаете, это люди вот такого поколения Шифаревича, люди, родившиеся в 20-е годы прошлого столетия. Значит, их биографии были непростыми, потому что они были молодыми людьми во время Второй мировой войны. Ну, и, в общем, в частности, вот биография Нерона как-то... В общем, детали о его жизни в оккупированной Франции как-то неизвестны каким-то образом. Но он выжил и смог заниматься математикой. Что в те годы само по себе было отнюдь не очевидно. Значит, вот он родился в 22-м году, примерно на полгода старше Шифаревича, и ушел из жизни в апреле 85-го года. Это все, что я могу сказать, и Википедия больше об этом не говорит. Это известный французский математик. В общем, один из таких классиков. Вот, ну, вот все, что я об этом могу сказать. Так вот, эта высота нейрона Тейта нам позволяет доказать теорему... Доказать теорему 2-штрих. Сначала, знаете, что я... Сначала одно слиствие. Просто из того, что эта высота существует, вот эти точки конечного порядка, которые в первом свойстве этой высоты встречаются, они называются точками кручения. Так что вот эти точки... Ясно, что точки конечного порядка образуют подгруппу, в группе всех точек. И вот просто из существования высоты и из свойства 2 этой высоты и из свойств 1 и 2 этой высоты вытекает уже, что эта группа конечна. Я введу обозначение. Мы еще будем об этом говорить. Значит, обозначим А с индексом Т. Т это от слова торжин, кручение. Такую подгруппу, группа А. Это совокупность П. Ну, П это точка лептической кривой. Е от Ку. И вот та подгруппа, которая в первом свойстве этой высоты встречается. И вот та подгруппа Кручин. Вот АТ это есть подгруппа Кручин. Подгруппа Кручин. Получение группы А. Так вот, первое очевидное следствие из предложения. Значит, я сейчас все, что я буду дальше говорить, я буду говорить, считая, что предложение 2 доказано. Так, сейчас это будет 3. Так вот, первое следствие, которое у нас есть, оно, следствие в этом курсе, следствие 5, состоит в том, что эта группа АТ конечна. Ну, доказательства доказательства это следует... Это утверждение следует... Я напишу так, смотри... Предложение 2. Первые два свойства. Ну, потому что, значит, согласно первому свойству, высота эта просто равна нулю на этой подгруппе. Ну, и в частности, ограничена. А согласно... Так, что в костюмце там можно просто ноль взять. Ну, а, значит, количество точек ограниченной высоты конечна. Так вот, прежде чем переходить к доказательству основной теоремы, я объясню... ну, пожалуй, я скажу несколько слов об этой подгруппе. Дело в том, она конечна, но, конечно, хабелевых групп очень много. Так вот, была старинная гипотеза классики, так сказать. Многие эту гипотезу усказывали в той или иной форме. А потом вот один известный американский математик ее доказал. Я в историю уходить не буду этой гипотезе, а просто это теорема 2 римская. И это, по-видимому, самая глубокая теорема, из теорем, которые я цитирую в этом курсе. Здесь не может быть речи о доказательстве этой теоремы. Это потребует знаний арифметической геометрии, которыми я, пожалуй, не обладаю. Вот. Но я дам ссылку. Вы можете эту ссылку посмотреть, вот, чтобы убедиться, что там, в общем, что нужно знать очень много для того, чтобы понять эту работу. Значит, вот, оказывается, что можно перечислить. А, Т – это не произвольная Абелева группа, а вот можно перечислить все группы, которые могут встречаться в качестве А, Т. Во-первых, могут встречаться циклические группы порядка М. И вот тут такое странное обстоятельство. М не должно быть равно одиннадцати. Ну, я уж не знаю, почему одиннадцать, простое число. Во-первых. А, во-вторых, оно должно быть от единицы до двенадцати. Значит, вот любая циклическая группа порядка ну, порядка М от единицы до двенадцати, за исключением М равно одиннадцать, является такой, может быть такой группой. Это первая часть. И, кроме того, могут встречаться еще группы такого вида. Ну, значит, нужно взять Z по два Z, не циклические, а произведение группы второго порядка на группы четного порядка. Значит, Z по два Z и Z по два MZ. здесь для M три и четыре возможности. Они должны быть от единицы до четырех. Вот такая теорема. Доказал эту теорему известный американский математик. Ну, вот он уже не молод, 37-го, по-моему, года рождения. Берри Чарльз Мазур или по-английски, я не знаю, как они его произносят, Мэйдем, возможно. Вот это такой автор. Это один из самых известных и живущих, так сказать, специалистов по теории чител, по арифметической геометрии. И я дам вам ссылку. Это очень известный, ну, я не знаю, можно ли это назвать журналом, это серия такая, Институт высших исследований во Франции, который называют по-русски ИХС, и, возможно, по-французски тоже. Так, вот он выпускает серию такие тома Публикацион, Математик, ИХС. вот, и опубликоваться в этом они принимают только очень хорошие работы. Туда, вот, сам факт, что работа принята в этот журнал, означает, что она оценена, ну, вот, французскими математиками очень высоко. значит, вот это уже довольно давно, это в 77 году, то есть почти полвека назад, ну, и вот, полистав эту работу, ну, вот, понимаешь, что нужно было бы знать, но, к сожалению, вот, я такими знаниями не обладаю, но я думаю, что в настоящее время в Москве есть люди, которые, то есть, я не сомневаюсь в том, что в Москве специалисты по алгебраинской геометрии, конечно, знают эту работу, и вот ее, ну, и многое другое. Значит, теперь я начну, докажу теорему 2-3. Теорема 2-3, я ее не буду напоминать, состоит в том, она 2-3, их, потому что теорема 2 была просто, что группа точек эллиптической кривой, она является, конечно, поразованной группой. А эту теорему, эту теорему мы переформулировали, дело в том, что мы доказали, что любая эллиптическая кривая изоморфно вот кривой такого стандартного вида у квадрат равняется ху плюс а, х плюс б с целыми а и б, отличным от нуля дискриминантом. И, значит, теорема 2-3 состоит в том, что вот группа точек этой самой кривой е-тильда, которую я описал, что она является конечно порожденной. Так вот, мы уже заметили, что из предложения 2 следует, что, во всяком случае, группа точек конечного порядка, она просто конечна, она конечная белевая группа, и мы даже знаем ее структуру, она либо циклическая, либо циклическая источность до знака, Z на 2Z, вот как здесь написано. Вот, докажем, что это, это имеет место и в общем случае. По-видимому, по-видимому, я да, я попробую, вот, значит, я уберу вот эти обозначения теорему, римскую 2 и следить 5, и вот, потому что я хочу сохранить свойство этого, этой высоты, этим я буду пользоваться. значит, вот доказательства теоремы, да, я еще должен напомнить предложение 1, вот, потому что это мы доказали, давайте я еще раз точно загляну в мои записки, записки, да, вот, это предложение 1, сейчас я посмотрю, как оно здесь формулировалось, чтобы не ошибиться, да, так и формулировалось, все правильно, значит, вот предложение 1, кроме того, у нас было, то фактор группы группы А по 2 она конечна, так вот, мы воспользуемся этим предложением 1 и предложением 2, которые предстоит доказать, доказательство предложения 2, я сразу скажу, оно, так сказать, вычислительное, то есть, его можно доказывать по-разному, прежде чем доказывать, я скажу несколько слов, значит, его можно доказывать по-разному, можно доказывать арифметически, ну, вот, как я вам уже говорил, Я обобщил эту теорему Мардель-Вейля, потому она и называется Мардель-Вейля, потому что вот эту теорему, о которой я сейчас доказываю, доказал Мардель, но сразу же, почти сразу после этого Анде-Вейля обобщил эту теорему на произвольно-эллиптические кривые над любым полем, не только над полем рациональных чисел, и даже более того, на Абельеве многообразие, и там он эту самую высоту нейрона Тейта, по-видимому, определял как-то по-другому. Я к стыду своему не знаю этого доказательства Анде-Вейля, но там он, в общем, то определение, которое я дам впоследствии, доказывая предложение 2, оно годится только для полирациональных чисел. Дело в том, что полирациональных чисел, ну, оно проще, чем произвольное поле алгебраических чисел. Ну, все знают, что рациональное число есть просто отношение двух целых взаимно простых чисел, ну, и этим можно воспользоваться и доказать прямым вычислением. Вот это самое предложение 2, как так же, как мы доказывали предложение 1. Я, так сказать, это сделал Морделл, и я более-менее следую его методу доказательства. А для произвольного поля это так, алгебраических чисел это так не сделаешь, там сложнее эти поля устроены. Ну, поэтому эту высоту, по-видимому, можно определять разными способами. Но вот я буду это делать с прямым вычислением, так же, как мы делали при доказательстве предложения 1. Так, по-видимому, я это успею сделать, у меня еще много времени. Вот, давайте я начну доказательства теоремы 20-х. То есть, доказательства теоремы Морделл. Это так называемый пуск. Идея доказательства, это, ну, она сейчас, конечно, используется не только в теории чисел, но впервые, вот, фирма доказал, что уравнение И в четвертый плюс И в четвертый равняется З в четвертый, или даже равняется З в четвертый, или даже равняется З в квадрате, не имеет ни кривиальных решений. Методом спуска он доказал, что для каждого решения, если оно существует, можно найти меньшее решение. Ну, а поскольку нельзя вниз спускаться до бесконечности, то, значит, такого решения нет. Так вот, мы будем действовать именно таким же способом. Основой будет, конечно, предложение 1. Значит, доказательства теоремы 20. Точнее говоря, вывод теоремы 20 из предложения 2 и предложение 1, которое уже было доказано. Значит, вот осмотрим, это морфизом какой-нибудь обозначим, его буквой Си. Значит, А на фактор группу. Теперь это фактор группа. И будем, значит, вот для краткости точку, образ точки П будем обозначать П с чертой. Кроме того, давайте, значит, группа по 2 конечна, в силу предложения 1. Давайте перечислим ее элементы. Она будет... Ну, это элементы есть, образы каких-то элементов Ва. Ну, во-первых, здесь будет ноль, конечно, который образ нуля. Я напишу верный ноль. И потом будет еще некоторое количество точек по Й, скажем, с чертой, где Й от единицы до R. Так что я предполагаю, что порядок этой группы А по 2 А есть R плюс 1. Правда? Вот R плюс 1 элемент. Вот. И обозначим еще... Выберем некую константу С. Максимум высот этих точек по Й. Значит, эти точки по Й, конечно, выбираются неоднозначно. Есть много точек в группе А. А, вообще говоря, бесконечная группа. И там у каждой точки по Й есть много прообразов. Но, значит, я вот буду... Но я зафиксировал. Вот это такой, по-видимому, вот... Это... Ну, если это обобщать, то как-то это нужно делать по-другому. Потому что вот эти точки по Й выбраны случайным образом. Только так, что они линейно независимы над группой, под группой 2 А. Значит, вот... Ну, их, конечно, еще слух. И поэтому я могу выбрать максимум высот. Вот. Пусть С будет максимум высот этих точек. И давайте рассмотрим большее множество, чем вот множество этих точек по Й. А именно рассмотрим, обозначим его через Б. Множество, во-первых, включим в это множество все точки по Й. А во-вторых, включим еще точки Ку, высота которых не превосходит этой константы. Ку. Это точка моей кривой. Где рациональная точка на кривой. И высота этой точки не превосходит С. Значит, в силу... В силу... Свойства 2... В силу свойства 2... И и 2... Оно... Из этого свойства вытекает, что множество В конечное. Правда? Потому что все точки в этом множестве... Высота всех точек в этом множестве не превосходит С. Ну, для ПЙОТ это по определению. И Ку мы взяли еще точек, который этим свойством обозначен. И пусть В... Обозначим через В. Я напишу так. В фигурных скобках множество В. В есть подгруппа. 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 Группы А. Порожденная носом В. Не методская. Ну, значит, так что по определению, поскольку В есть... В готическое конечное множество, то группа В является конечнопорожденной группой Абельевой. Вот. И она, конечно, включает точки конечного порядка, потому что для них просто высота равна нулю. Значит, если АС, оно, конечно, положительное еще сито. Так. Так вот, я утверждаю, что В на самом деле совпадается. Вот. И доказывать я это буду от противного. А именно... Я предположил, что есть какая-то точка в А, которая не лежит в В. И с помощью свойств вот этой самой высоты найду точку меньшей высоты с такими же свойствами. Ну, и поскольку нельзя... И воспользуюсь потом свойством 2, я так получу бесконечную последовательность точек высоты, не превосходящей вот этой константы С. А это будет противоречить свойству 2. Вот такая, значит, идея. Ну, делается это так. Значит, доказать предположим, что это не так. И пусть какая-нибудь точка Р не принадлежит множеству В. не принадлежит подгруппе В. Тогда... Вот, давайте будем изучать это свойство этой... этой точки Р. Ну, во-первых, она принадлежит эллиптической кривой, так что ее образ и не принадлежит этого множеству В этой подгруппе, значит, она не является точкой конечного порядка, и поэтому, значит, ее образ по модулю 2 равняет... равен одному из образов этих самых ПЙОД, потому что образы ПЙОД пораздают всю фактор группы. Значит, во-первых, тогда существует какой-то ЙОД из интервала от единицы до Р. такое, что Р равняется образу ПЙОД. И, значит, в силу свойства И, и, давайте, значит, в силу свойства И, и, вот этого третьего свойства, у нас будет выполняться такое соотношение. Аж от Р плюс ПЙОД плюс Аж... Ну, я не буду говорить Аж с крышкой. Р минус ПЙОД равняется сумме, удвоенной сумме Аж от Р плюс Аж от ПЙОД. Вот для этого ЙОД, я говорю, о котором мы... о котором мы зафиксировали. Ну, отсюда следует то одно из этих слагаемых Р плюс Аж от РПЙОД или Аж от Минус... Аж от Р минус ПЙОД, то одно из этих слагаемых не превосходит... извините здесь скуку... не превосходит суммы Аж от Р плюс Аж от ПЙОД. Потому что если бы оба были больше, то тогда равен сумме могло бы выполняться. Так, что мы получим? Я напишу, что существует ЭПСИЛОН, которое плюс или минус 1, такое, что Аж с крышкой от Р плюс ЭПСИЛОН ПЙОД не превосходит Аж от Р плюс Аж от ПЙОД. Ну, а эта сумма в твою очередь не превосходит Аж от Р плюс С. Правда? Потому что С это максимум этой высоты. Ну, а это просто меньше, чем 2 Аж от Р. Ну, так как Р не принадлежит Б. В Б все точки, для которых Аж от Р больше С. так что вот мы получили то Аж от Р плюс ЭПСИЛОН ПЙОД не превосходит 2 Аж от Р. Кроме того, с другой стороны у нас будет, если я перейду к образам Р плюс ЭПСИЛОН ПЙОД, ну, значит, это будет образ ПЙОД равен Р, так что это будет единица плюс ЭПСИЛОН помножить на ПЙОД с чертой. ЭПСИЛОН ПЙОД, ну, это равно нулю с чертой, так как, ну, если ЭПСИЛОН равно минус единицы, то здесь просто ноль, а если ЭПСИЛОН равно единицы, то ясно по определению 2 удвоенная точка с чертой, она равна нулю, потому что это образы, ну, по определению этого множества, значит, эти все точки, они фактор группы. Так что, вот мы получили такое вот такое соотношение. Ну, я здесь напишу, я напишу так, так как любого П до любой точки П из нашей кривой рациональной точки 2П с чертой равно нулю. Просто определить. Вот мы, значит, теперь ну вот мы теперь я продолжу здесь подход позволения. Ну, таким образом, значит, раз это r плюс значит, я здесь напишу и потому ну раз образ точки равен нулю, при этом гомоморфитный φ, то это значит, что эта точка принадлежит 2А, ну и значит, она есть удвоенная, удвоенная, равна удвоенной точке какой-то. и потому существует r1, ну, конечно, не 0, так что я могу брать r1 вот, конечно, в гетку, такое, что r плюс ε p равняется 2R1. Ну, теперь давайте посмотрим, ну, h от r1 в силу свойства 3, h от r1 равняется 1 четверти h от 2R1, то равняется 1 четверти h от r плюс ε p и j ну, и что, как мы видели, меньше половины h от r ну, вот, на самом деле мы уже все доказали, нужно только понять, почему. Более того, r1 не принадлежит b. Ну, b это подгруппа, да, и если бы r1 принадлежала b, то тогда отсюда бы вытекала, ну, я напишу, ибо r1 принадлежит b, из этого следовало бы, что r принадлежит b, а мы предположили, что это не так, ну, потому что если r1 принадлежит b, то 2r1 принадлежит b, ну, pj тоже принадлежит b, ну, и, значит, 2r1 минус pj, то есть r, или минус ε, 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 ε плюс минус 1 тоже принадлежало b. Так вот, значит, обобщая то сказанное, мы получили следующее. Таким образом, здесь я могу это всё убрать и обобщить это это рассуждение. То есть подвести итог того, что мы доказали. и подвести итог и Таким образом мы доказали ведущую твердень. Для любого R, не принадлежащего любой точке нашей кривой, которая не принадлежит подгруппе B, существует такая точка R1, которая тоже не принадлежит этому. И такая, что Hr1 меньше половины Hr, ну, что заведомо меньше, чем T. Это противоречие, потому что по точке R1 я могу найти теперь точку R2, которая будет меньше, высота которой будет меньше половины высоты R1. И так далее. Значит, отсюда следует, что, скажем так, для любого I из N существует точка R и T, которая принадлежит E от Q минус B. И все эти точки такие, что они убывают, их высоты убывают. В частности, они все различны. Я напишу, что H от R и плюс 1 меньше половины H от R и. Ну, и это меньше вот нашей, скажем, констанции H от R. Вот. А это противоречит тому, что то противоречит свойству какое-то было свойство 2, что противоречит что противоречит свойству 2, потому что мы получили свойству свойство 2, T, ну, давайте здесь, где это свойство 2 было? Давайте здесь я напишу C большое. Свойство 2, C большое, равном А с АТ. мы получили бесконечно много точек, они все различные, у них высоты различные, с высотой меньше С, а это противоречит свойству ИИ. Ну, и это противоречие доказывает, что такой точке R, что такой точке R не существует. Тем самым, теорема доказана, то предложение 2, из предложения 2 следует теорема 2. 2 следует. Вот, значит, теперь, теперь, как я сказал, нам остается доказать предложение 2. И из того, что я уже говорил, можно вероятно заключить, что доказатель это самое предложение 2. Не очень просто, в общем. И я сейчас начну это доказательство с некоторого напоминания. Здесь будет это доказывать, я буду это предложение 2. по прямым вычислениям, следуя Морделлу, и это вычисление зависит от понятия результанта. Вообще, результат в алгебраительской диагностии, это очень важно, важный такой объект, его не не обойдет. И поэтому я хочу напомнить его определение и свойства. Это, так сказать, напоминание, поскольку я в этом курсе предполагаю, что слухстиле знакомое с общей алгебры. Это, ну, в любом учебнике по алгебре, то, что я сейчас скажу, можно найти. Поэтому я ссылок давать не буду. В общем, если вы возьмете какой-нибудь хороший учебник по алгебре, то там, безусловно, будет определение результанта двух полиномов. Результант двух полиномов – это обобщение дискриминанта полинома. Вы помните, наверное, что дискриминант полинома равен нулю в том и только в том случае, если у этого полинома есть кратный икон. Вот. А результат двух полиномов равен нулю в том и только в том случае, если эти полиномы имеют общий корень. То есть, так сказать, результат полиномы и его производность – это, в общем, более-менее дискриминант. Но это слова, а мне нужны некоторые свойства, которые я, наверное, успею перечислить. значит, это для любого поля К, для любого поля можно делать, но мы будем, нам, на самом деле, это потребуется только для поля рациональных чисел. Так что напоминаем. Значит, К – некоторое поле. ну, можно считать, что, например, характеристике ноль, тогда это легче будет понимать то, что я буду говорить. Ну, давайте напишем невзерое поле и предположим, что характеристик к равна ну, что необязательно. Дальше возьмем два полинома коэффициентами из . Ну, напишем эти полиномы. один будет степени n, а второй – степени m. . 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 и давайте разложим его на множите. Полином Ге , афик коэффициентами были . n минус c, и округляда m, значит, у него будет корни беты. Ну, эти корни, они, конечно, лежат в алгебраическом замокании. Вот, я напишу, что альфа и βj, это 0,1, и 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 0,1. Так вот, результат этих полиномов, значит, который я обозначу r от fg, это по определению, ну, можно много дать эквивалентных определений. Это такая штука, а0 в степени m, b0 в степени n, и вот произведение всех корней, всех разностей. αi минус βj, где i, это от 0а до n, от 1 до n. Айот от 1 до n. Так вот, эта штука есть по определению результат полиномов. fg. И вот, значит, у него есть следующее, следующее свойство, которое нетрудно доказать. Значит, следующее свойство у этого результанта. Во-первых, свойство результанта. так вот, они такие. Во-первых, это этот результант, это константа, он принадлежит k. Ну, это значит, ну, это симметрическая функция, и, в общем, поэтому она принадлежит k, хотя она определена через логибраическое замыкание k. Более того, он не просто принадлежит k, а он зависит только от коэффициентов аэта. Он принадлежит z от a и b. То есть он выражается, ну, это определители там некоторые написаны, он это просто полином с целыми коэффициентами, вот от коэффициентов этих полиномов, где a это коэффициенты первого полинома, а b это коэффициенты второго полинома. логибрация второго полинома, а потом, значит, еще важные свойства, такие более-менее очевидные. Ясно, что r от fg давайте давайте предположим, что a0 и b0 не равны нулю, потому что если одно из них равен нулю, то результат просто так действенно равен нулю. И это, так сказать, мы всегда можем выбрать старший коэффициент, не равен нулю полинома. Так вот, пусть a0 b0 произведение не равно нулю. тогда r от fg равен нулю, в том и только в том случае, если полиномы имеют общий корень. А полиномы имеют общий корень, ну, тогда и только тогда, когда у них есть общий делитель в кольце полинома. Поэтому я напишу, что это равенство нулю эквивалентно тому, что существует некий полином нетривиальный из kx минус k, ну, потому что константы тоже бывают, константы такой, то они оба делятся на a. То есть мы то есть h от x принадлежит идеалу f от x g от x. Ну, и так это можно написать. Ну, можно было бы написать, что f от x делится на h, g от x делится на h. И третье важное свойство состоит в том, что дискриминант, он является линейной комбинацией самих полиномов. Это важное свойство, и я его здесь сейчас напишу. упал. П ا oppression. Угу. Угу. И так далее. Существуют такие полиномы с индексом АВ АТ и В с индексом АВ АТ. То есть это полиномы катекс. То есть это полиномы с индексом АВ АТ плюс В АВ Г. И кроме того, степени этих полиномов... Это меньше, чем соответствующие степени линейных комбинаций. То есть степени У АВ меньше М. А в степени В АВ меньше М. Ну и кроме того, значит, можно про эти полиномы то самое сказать, что мы сказали про дискриминант. То есть эти самые полиномы ОАВ и ВАВХ, они на самом деле... Вот целые... Они входят в бед от АВ И. Ну вот... Извините, это я 3К равен... Ну на этом я сегодня остановлюсь. Всего доброго, уважаемые слушатели! Субтитры сделал DimaTorzok